Российские экономисты вновь встревожены. Курс рубля за считанные дни потерял по отношению к доллару США около 2,5%, а по итогам месяца более 6,5%. Тенденция более чем тревожная, если вспомнить, что за 2014 год рубль уже обесценился почти в два раза. Такое снижение курса российской валюты поставило страну перед угрозой глубокой рецессии, говорят аналитики. Уровень заработной платы в России снижается, и как следствие объем потребительской активности падает. Негативный эффект от этого ощущается на всех уровнях, от столицы до самых отдаленных областей. Даже в поселках, граничащих с Китаем, местная торговля тоже страдает от перепада валютных курсов. На тысячу рублей россияне раньше могли купить все, что хочешь, а теперь нельзя купить ничего. Тысяча рублей — это было примерно 300 юаней, а теперь это не больше 100 юаней, может и меньше. Поэтому люди перестали покупать товар. Темпы сокращения российской экономики за 12 месяцев, по оценкам Министерства финансов, в годовом исчислении сейчас приближаются к 4,5%. Почему же рубль вошел в штопор? Причину, утверждают экономисты, та же, что и год назад. Курс рубля сильно зависит от перепадов цен на энергоносители. А нефть марки Brent в течение недели подешевела почти на 2%. С начала нынешней недели цена за баррель нефти колеблется в диапазоне ниже 60 долларов. Для стран-поставщиков Саудовской Аравии, России и других такой потолок является чрезмерно заниженным. Основополагающая причина падения рубля — это обвал цен на нефть. На экспорт нефти и газа в России приходится очень значительная часть экономики. Именно они обеспечивают России платежный баланс, ее способность импортировать товары. В ближайшие месяцы курс рубля будет продолжать зависеть от цен на нефть. Если нефть подешевеет еще, Центробанк России, скорее всего, будет вынужден опять урезать учетные ставки, чтобы стимулировать кредитно-финансовую активность и рост экономики. Ситуация в России, втором в мире государстве по объему экспорта нефти, не может не сказываться на западных рынках. В среду вечером в Вашингтоне должно завершиться заседание руководства Федеральной резервной системы, выполняющей роль Центробанка США. ФРС во главе с ее председателем Джанет Йеллен, скорее всего, не станет повышать базовую учетную ставку. По оценке экспертов Центробанка, перспективы экономики США по-прежнему сопряжены с риском, а значит, она все еще нуждается в стимулировании. Рекордно низкие банковские ставки помогут активизировать темпы роста. Но повышение ставок, говорят экономисты, по всей видимости, произойдет не раньше сентября этого года. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.